Всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Это видеоролик, посвященный нашему интересному аккаунту, на котором мы играем с Хорната Рейса. На предыдущем видеоролике вы набрали более 230 луксов, а это значит, что я уже готов записывать следующий видос. Вам заходят видеоролики с данной интересной пушкой, да и в целом с этим замечательным вооружением. Я думаю, что мы сможем на постоянной основе записывать видеоролики по данному аккаунту, если будет набираться более 200 лайков, то есть более 200 набирается, сразу же хоп-хоп, быстренько, аппетитненько, сочненько, я записываю новый видос по данному интересному аккаунту. Сегодня будет, как всегда, игрового формата видеоролик, скатаем пару-тройку каток, посмотрим, как у нас сегодня будет это дело получаться, выполним какие-то заданки, сыграем, значит, каточку в осаде, ну и плюс, наверное, одну, может даже две катки в регби, в зависимости от того, насколько быстро данные катки будут продвигаться. Начнем с осады, как вы знаете, в прошлый раз, когда я записывал видеоролик, на данном аккаунте было все довольно-таки просто, игроки какие-то довольно слабые против попадались, посмотрим, что будет у нас сегодня, до звания, к слову, на данном аккаунте осталось всего лишь 5000, поэтому совсем скоро, возможно, через пару-тройку видеороликов, на этом аккаунте уже будет следующая звонка, соответственно, будут дополнительные кристаллы, как вы знаете, я все же кристаллы сейчас вкладываю в микропрокачки, то есть, если на этом аккаунте у нас прокачивается хорната рельса, есть без доната, на котором мы уже потихонечку будем выкачивать дико грома, ну и плюс есть у нас чипердевил, на котором уже хорната шафт М4 или МК8 имеется, кому как удобней, ну а там уже, конечно, все поинтереснее и получше, но здесь все-таки сочетание немножко другое, поэтому будем смотреть, как у нас вообще будут продвигаться катки, и, к слову, кто-то у нас в комментариях спрашивал, я уже, честно говоря, не помню кто, но спрашивали ребята о том, почему именно дестабилизация была прикуплена на данный аккаунт, или не какое-то другое устройство, и был один вопрос по поводу, какое устройство лучше, дестабилизация снаряда, либо же крупнокалиберка, отвечаю быстро на данный вопрос, я считаю, что дестабилизация лучше, чем крупнокалиберка, потому что все-таки за счет этого рандомного урона, бывают моменты, когда вылетает очень сочный урон, который именно тебе необходим, ну а что касаемо крупнокалиберки, то он просто стабильно выдает определенное количество урона, поэтому если сравнивать дестабилизацию крупнокалиберку, я бы все-таки остановился на дестабилизации снаряда, да, мне она больше как бы по душе, и я как-то больше к ней склоняюсь, что касаемо, почему именно дестабилизация была прикуплена на данный аккаунт, а не какое-то другое устройство, отвечаю тоже, довольно просто, в свое время, когда я прокачивал данный аккаунт, это было где-то больше, наверное, года назад, дестабилизация была немножко даже круче, чем сейчас, и наносила то ли больше урон, то ли еще какая-то рандомная вещь была в лучшей форме раскрыта с данным устройством, и на тот период времени лучшего устройства на рельсе просто не было, поэтому и по званию, да, как бы у меня не было возможности, если я не ошибаюсь, прикупить скаута, поэтому выбор пал именно на это замечательное устройство, поэтому сейчас на этом аккаунте имеется именно оно, и меня оно, в принципе, целиком и полностью устраивает, даже если честно, я не горю желанием покупать какое-то другое устройство, например, там скауты, играть на нем. Все же можно выдавать не так часто выстрелы, но зато они будут с большим уроном, и это будет себя, конечно же, окупать. Что касаемо данного боя, вы видите, куда меня запикало, меня запикало каким-то младшим лейтенантом, каким-то тут вообще сержантом, я, честно говоря, немножко в шоке от такого распределения в матчмейкинге, но, безусловно, в плане того, что я могу поднять здесь халявный свой опыт и забрать первое место, меня это, конечно, не может не радовать, но работа матчмейкинга немножко странна, немножко странна, да, то есть меня закидывает, будучи капитаном, единственного, единственного, друзья, меня закидывает в такую катку. Раз, два, три, отлично, а, понял, великолепно, надо было чуть побыстрее, а, у меня жирец, боже, зачем я отсчитывал, у меня вообще овердрайб же был, еще я не стрелял, ой, дурачок, сейчас бы с овердрайвом стоять, ждать, пока пройдет он ноль урона, но это, как говорится, бывает и такие дела происходят, когда ты немножко зациклен на определенных других вещах. По сути, матчмейкинг в последнее время начал работать очень странно, да, и эта катка тому пример, и я не доволен тем, что так происходит, если честно, уже второй видеоролик подряд меня пикает в такие бои, мне все-таки хотелось бы запикаться с какими-нибудь даже, может быть, бригадирами, и посмотреть, что они вообще способны мне продемонстрировать на своих каких-то определенных вооружениях, будет вообще интересно посмотреть, что у них имеется в гараже, да, то есть здесь все понятно, то есть, ну, такие звания явно мне ничего не могут сделать, при том, рассказать то, что у меня данное вооружение М3, а тут какие-то ВАСПики М0М1 катаются, но это просто мясо какое-то, я просто буду их фокусить, кататься, да, 12 к 0, здесь можно вообще 30 к 0, как их делать, может даже больше, и спокойнейшим образом закрывать эту катку, но говорить о том, что, о, там, как это легко, как-то изи, как я всех нагибаю, но это глупо, безусловно, это глупо, потому что, ну, аккаунт очень хорошо прокачан, вооружение отличное, и типа там понтоваться явно нечем, просто у игроков на этих званиях, ну, наверное, на моих званиях получше явно вооружение, но на тех званиях, на которых ребята сейчас играют, наверное, ну, тяжело, тяжело, что-либо вообще прокачать лучше, чем у них сейчас имеется, можно, конечно, постараться, но явно игроки на таких рангах еще не окрепли, еще не особо не понимают вообще фишки в этой игре, если это вообще первый аккаунт у ребят, то для меня нет никаких определенных вопросов, потому что у меня первый аккаунт тоже не был там на таком звании сверх каких-то крутым и жестким, не знаю, как у вас, друзья, но у меня точно не было ничего такого сверх имбово-нагибаторского, но зато посмотрим, сколько урона вообще за эту катку я смогу нанести, как вы знаете, сейчас у нас еще и в игре двойные фонды дополнительные, это меня не может, конечно, не радовать, к сожалению, конечно, опыт там тоже х3, но ладно, про это мы как бы забудем, меня больше интересует тот факт, что у нас сейчас в игре именно есть двойные фондики, я вот с такой каточки могу просто шестоточку красивую забрать без премочки, и меня это, конечно, будет очень бустить по морали дополнительно, ладно, пикаемся в регби, данная катка была довольно простая, без особых проблем мы ее выиграли, забрали там первое место, ни разу даже на резку не ушел, но я об этом как бы говорить даже не буду, что там говорить там, все понятно, когда рельса, она есть рельса, она нагибает, она разваливает все, что двигается, и ничего сверх жесткого в этом моменте не было, а вот в этой катке будет уже, я думаю, что намного-намного поинтереснее, все же пикаем мы уже в каточку с примерно такими же званиями, как у меня, плюс карта очень хорошая, очень удобная, ну и будем смотреть, что вообще противники смогут показать в данном замечательном, интереснейшем бою, у вас по Жига отлично ланшотится и уходит на резку, так, я в свою очередь должен кидать сейчас урон, ух ты, нифига себе, у нас на майорчике Вика Твинсиком третий имеется, это жесткий тип какой-то, так, шапт уже стоит на прицеле, меня держит, ну я выдам по нему рельсочку, наш тиммейт немножко мне дорожку очистил, отлично, сквозная, просто великолепная, по 4000 и первая доставочка уже имеется, отлично, хорошо залетела, вот вам и как бы дестабилизация, крупнокалиберка вам такого урона никогда не даст, поэтому четверочка такая залетела, сочная, прям очень хорошая, сочненькая четверочка, и она меня не может не радовать, все-таки такой урон всегда очень, дуже, дуже, дуже приятный, дуже добрый, когда он залетает по противничку, о, я так понял, госпожига переоделась на вас по рельсу, ну правильно, конечно, лучше уж на вас по рельсу поиграть, чем на вас по рельсу, я-то думал, что максимум там будет какие-нибудь МК5, МК6, и все как бы, а тут, ну смотрите, какие ребяточки бывают пикаются, аппетитные, сочные, так, ну, диктатор, извини, друг, а, нет, он не поставит, хотелось сказать, что ты не поставишь, а он взял меня и как бы, обыграл, 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 ладно, хорошо, ничего страшного, посмотрим, ваншот залетит, ваншотик залетает, великолепный, хороший, вот вам и вся прелесть хорька, то, что вы можете просто ваншотнуть танк, за счет замечательного овердрайва, ну и плюс устройство очень хорошее, работает, ох, если бы сейчас еще попал, вообще просто шикарно, так, ладно, данную катку, безусловно, надо выигрывать, поэтому, друзья, летим на соточку, летим на соточку, и пробуем, пробуем, пробуем влетать, диктатор ошибается, по ходу дела, а, ириса, савером, отлично, залетаю, просто, ириса промазала, если бы попало, я бы точно не поставил бы, данный мячик, а так, все очень даже неплохо складывается, 275 опыта, первое место, железное, надо еще катку выигрывать, и будет вообще просто супер, как раз под видосик, с такими-то игроками уже поприятнее играть, нежели играть с какими-то там майорчиками, которые вообще не двигаются, которые не понимают, что нужно делать в этой игре, я поэтому как бы, даже немножечко, сконцентрировался, оп, блин, сколько я не заметил, но, к сожалению, он наше тиммейт отрабатывает, ух ты, зачем ты, твинс, по мне стреляешь, вдруг, ты чуть меня в минус не отправил, зачем так делать, так, ну, уже и очков хорошее количество у нас имеется, дополнительный фражочек немножко подтырил, надеюсь, что данный твинс не обидится, то, что я у него забрал лишний килл, ему, я так думаю, что он особо не нужен был, так, ну и где мяч, 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 мяч на большом мосту, у меня полный кулдаун расходки, но я думаю, что это не беда, не беда, сейчас ддшка уже совсем скоро пройдет со своим замечательным кулдауном, и я смогу, смогу, смогу понаносить дополнительно урончик, но пока что урончика залетает, к сожалению, чересчур мало, хотелось бы, конечно, чтобы это урона было побольше, так, наш тимой тоже, нет, не ставят, но раскачали немножко эту катку, если честно, как-то она начиналась более тяжело, мне даже в какой-то момент казалось, что мы ее проиграем, но вроде как сейчас уже все пошло как по маслу, отлично, рельса еще залетает, и осталось, осталось еще пару киллов дать, и будет прям вообще все очень даже суперски и прекрасненько, еще килл, отлично, почти забрал, так, дроповая ддшечка, которая, если честно, мне была нужна, но ладно, 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 забрал так забрал, так, я вылетаю просто на 100 метровочку, прожимаю аптечку, ах, ну ладно, хорошо, поиграем еще, я согласен, поиграем еще заданочку, одну, к слову, выполнил, тоже неплохо, две заданки за видос уже выполнено, ну, конечно, чуть побольше заданочку, нужно будет выполнять подольше, скорее всего, за данный видеоролик мы ее не выполним, но, в общем и целом, две заданки, это уже тоже неплохо, попробуем сейчас поставить еще мяч, если я бы его, конечно, а, я его подобрал, все, отлично, супер, там еще и сквозная рельса залетела, и такая в полете кириллеса, и можно было, конечно, еще бы с овером отыграть, но ладно, рисковать не будем, заканчиваем, еще один, отличный, замечательный, боечек, 650 опыта, плюс такая минимальная досрочечка, и 800 кристалликов получаем на аккаунт, до звания следующего, друзья, остается 3300 опыта, с такими темпами, то через, возможно, видеоролик, мы уже получим новое звание, а кто может, может, кто-то знает, может, мы и в следующем видосе получим данную интересную званочку, если я там вдруг на стриме каком-то залечу на этот замечательный аккаунт, и у меня все в этом плане замечательно получится. Вот такие два боя у нас сегодня, друзья, получились, один максимально простой и легкий, без особых проблем, раскачали, поставили, вынесли, запинали противника, второй чуть-чуть посложнее, противник давал небольшой отпор, но, в общем и целом, данное вооружение показывает себя просто великолепно, и все заканчивается закономерно, все получается, и меня не может не радовать данное интересное вооружение. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно, друзья, не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну и не забывайте то, что данный аккаунт может спокойно попасть на стриме, если кому интересно, стримы у нас проходят в 22 часа вечера, там плюс-минус полчаса, когда бывает там попозже, я начинаю стримчик, но подходите, буду вас ждать, будем катать, развлекаться, общаться, поэтому как-то так у меня, друзья, на этом сегодня все, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok